Привет всем! Атопический дерматит или атопическая экзема – нередкое явление, и популяции может достигать 10% и более. Он оказывается далеко не безобидным явлением, так как довольно часто осложняется остеопорозом. Как результат повышается риск переломов, прежде всего бедра, таза, позвоночника и запястья у таких лиц. Риск тем больше, чем тяжелее дерматит. Проблема более чем серьезная в любом возрасте, но особенно в жилом, когда риск падения и связанный с ними переломов возрастает по множеству причин, и атопический дерматит здесь лишь додает жару. Тот момент, что прямую связь установите между клинической манифестацией дерматита и тяжестью обусловленного им остеопороза с принимаемыми в этом случае кортикостероидами, причем даже не только местно, но и системно установить не удается, причина может быть, понимаю, порождаемых атопическим дерматитом в глубоких нарушениях иммунитета и связанного с ним обмена соединительной ткани. Тонким местом этих нарушений как раз и могут быть снижение плотности костной ткани и остеопороз. Вот посему атопический дерматит следует держать на уме как неблагоприятный прогнозический фактор в отношении остеопороза и переломов. Этого, однако, мало. Если у пациента ранние признаки остеопороза дают о себе знать, так стоит не медлить, но закатить рукава и заняться его профилактикой. Слава Богу, подходы здесь разработаны и дело лишь за тем, чтобы с мешательствами не опоздать. Напомню, что не достигнете полноценного результата, пока не поможете своему пациенту оптимизировать образ жизни. И лишь на этих условиях начнете осуществлять профилактику обострений и лечение атопического дерматита равно как и связанного с ним остеопороза. Кстати, мешательства в отношении остеопороза имеют пользу и в отношении атопического дерматита. Не забываем, кто вооружен, тот защищен. За лайки, комментарии и распространение подписку спасибо и да пребудет с вами здоровья!